Коммунальные службы Держинска обезглавлены. Арестован директор управляющей компании Управдом Светлана Лямина. В конце прошлой недели в ДУКе проходили обыски, после которых было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана», а директор ДУКа арестовано. Подчиненные комментариев не дают. Хотим узнать, как сотрудники отнеслись к аресту их руководителей Светланы Ляминой. Что за обыски происходили в компании? Ну, с вами никто, к сожалению, взятый будет разговаривать. Я не буду комментировать, я вам об этом говорил, просил, вы не готовы к диалогу. Ваш руководитель, за что ее возбуждали? Против. А почему обыски проходили на территории компании? Обратитесь в пресс, можно подносить. Я бы не сказал, что это были обыски. Пришли, посмотрели, ушли, и все. А дела вообще в Управдоме как обстоят? Нормально, так и работали, так и работали. Ну вот смотрите, да, просто так к ним не пройдешь. КПП с подохраной, проходит человек, мышь просто так не проскочит, все огорожено забором таким серьезным, колючая проволока. Все для того, чтобы быть открытыми, да, и общаться с собственниками по их нуждам. Мы работаем в обычном режиме. Компания выполняла все свои обязательства перед жителями домов, которые содержала. Результаты их обслуживания можете увидеть, естественно. Вот потолок, может я только... Глина какая-то, песок. Начали течь сосульки, таять снег. Соответственно, началось все здесь топить, плелась вода. И, как сами можете увидеть, все просто начало паться. Деньги берут, а никаких услуг, естественно, никто ничего не делает. Вот здесь вот у меня все протекало. Все сырое было там, и там все сырое. 80 лет, и я все мучаюсь. Вы знаете, ведь это мне не 20 лет, не 40 лет, а 80. Основная претензия к управдому в том, что они не обслуживают дома. То есть такое впечатление, что они собирали деньги с жителей, ничего не предоставляя, никакие услуги им за это. Там несколько компаний. Есть группа компаний управдом, есть ООО управдом, есть ООО УК управдом. То есть, понимаете, это схемы, в общем-то, и задуманы для того, чтобы запутать людей. До этого был домовой. И вот они вот перетекают из одной конторы в другую, таким образом, там, перекидывая жителей и фальсифицируя протоколы. В производстве следственной части Главного следственного управления ГУМВД России по Нижегородской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотрено статьей 165 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Сегодня в рамках расследования данного уголовного дела проводились обысковые мероприятия.